Арендную плату повысить, а незаконные павильоны разрешить. Такое предложение сегодня прозвучало в Горсовете. Дело в том, что снести ларьки должны были еще в прошлом году. Но количество объектов настолько велико, что выгоднее дать бизнесменам просто спокойно работать. Олеся Рожкова о судьбе красноярских павильонов. Ожидаемо это было 12,4 миллиона рублей. По факту мы получили 6,8. Итого в прошлом году бюджет города недополучил почти 6 миллионов рублей. Сейчас в Красноярске больше 5,5 тысяч временных сооружений. Плюс 1,5 тысячи незаконных. И каждый год павильонов становится только больше. На 700 тысяч избирателей, то есть на 100 человек один ларек. Это мало или много? Меня эти цифры шокировали. Поэтому первое. Я слышу, да, мы проводим тендеры, мы меняем условия. Все здорово, все замечательно. Куда мы идем? Мы будем продолжать дальше эту ярмарку или балаган, в который мы превратили город? Или мы все-таки будем с этим бороться? И тогда нужна программа, что через год останется столько, через два столько, через три столько, через пять их не будет. Основная задача – это нормативное обеспечение населениями различными услугами, включая продукты питания. Четкой программы нет, но ряд мер в администрации разработали. Теперь никаких рассрочек за место под павильон придется заплатить в течение 10 дней после аукциона. Получить место в аренду без торгов тоже можно, но при условии, что владелец торгует местными продуктами. Сам договор будут заключать не на год, а на срок до пяти лет. Но если есть хоть одно нарушение по торговле алкоголем, ларек снесут. Впрочем, этот факт поставили под сомнение даже работники администрации. Я совершенно поддерживаю идею о легализации павильона, потому что, вот смотрите, сегодня у меня выявленных и оформленных к сносу 1400 павильонов. В каждом районе занимается сносом одинаковое количество людей. 471-е постановление предусматривает комиссионный снос, там три человека. Можно один-два павильона снести в день. Вот, советский район снес в прошлом году павильонов, грубо говоря, 270. Снося или демонтируя временные сооружения, мы практически там в каждом втором случае видим возможность уйти предпринимателя на земли, которые находятся в другой форме собственности. Все знают, что у нас есть муниципальная земля, неразграниченная, и земли, которые относятся к владельцам многоквартирных домов. Ну, то есть, суть управляющей компании ТСЖ. Условия размещения временных сооружений вот на этих территориях, они, если осторожно выражаться, такие более мягкие. Надо наводить порядок, но, к сожалению, 2016 год у нас вот этот регламент внешнего вида, он отсутствует. Как только в стране кризис, у нас сразу возникает вопрос, как с бизнеса взять дополнительные какие-то средства. Как их еще нагрузить какой-то дополнительной, так сказать, ну, либо налоговой, либо там арендной нагрузкой. В итоге участники рабочей группы решили отправить список вопросов администрации Красноярска и обсудить их на новой встрече. Олеся Рожкова, Владимир Фетисов, 7 канал.